Более тысячи спортсменов из 26 стран прилетят в Сочи, чтобы побороться за звание сильнейших. Это олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Это мероприятие по оценке экспертов идентично Олимпийским играм, а значит и принять гостей надо так же достойно, как и в 2014-м, чистыми улицами и гостеприимным отношениям. Да и самим сочинцам ведь приятнее жить в чистоте и уюте. Сегодня много претензий в адрес владельцев частных домов и во дворах, и около строений беспорядок. Речь шла о Молдовке, которая входит в гостевую зону. А проезжая по трассе, невольно можно увидеть бардак во дворах. Голос себя-то убирать должны они, но повторяю еще раз, что буквально с сегодняшнего дня немедленно всех ставим в ружье. Задача всех начальников управления, заместителей начальников управления, это организовать работу управляющих компаний, организовать работу жителей. Не должно быть мусора и на проезжей части, и на зеленых зонах, куда его в вечернее время чаще всего выбрасывают предприниматели. Выбрасывают по час, куда попало, лишь бы сэкономить средства и не заключать договор на вывоз мусора с САХа. Ведя свой бизнес, они игнорируют интересы горожан. Администрации придется выделять дополнительные средства на уборку, но таким образом эти предприниматели фактически воруют у города деньги на социальные проекты. Это, в частности, ремонт виллы Вера, спортшколы номер 2 и других. О фактах несанкционированного сброса мусора жители могут сообщать по телефону 8-918-377-64-65. Сегодня глава города требует, чтобы чисто было не только в центре города, но и в жилых кварталах. Переулки, отдаленные улицы – все это Сочи, которые от других городов России отличаются хорошей погодой, и следить за порядком здесь намного легче. Нарекания прозвучали и в адрес ресурсоснабжающих организаций, которые занимаются самоуправством. Анатолий Пахомов еще раз напомнил, впредь ни свет, ни вода, ни тепло не должны отключаться за долги без уведомлений администрации Сочи. Жильцы многоквартирных домов, которые не получили от застройщика разделение счетов, и которым трудно самим проконтролировать, кто платит за коммунальные услуги, а кто нет, не должны страдать. Это издевательство. Надо издеваться над тем, кто это сделал. А сделал это застройщик. Но люди, которые там живут, они не виноваты. А когда в квартире тепло и уютно, можно с удовольствием развлечь себя на выходные. У сочинцев много возможностей бывать на международных мероприятиях. Вот, например, уникальные зрелищные события – всемирные военные игры. Поддержать своих – дело чести, поэтому мэрия всех приглашает с 24 по 27 февраля в горы, где пройдут соревнования по биатлону, скельпинизму и спортивному ориентированию на лыжах. Единственный нюанс – надо за свой счет приобрести скипас. Много спортивных состязаний состоится в Большом ледовом дворце и в Айсберге. Там волонтеры при входе будут раздавать билеты. Расписание всех мероприятий на сайте военных игр. Вот это и вот.